В центре Архангельска произошло ДТП с участием инкассаторского автомобиля. Пострадал один человек. По предварительным данным, столкнулись иномарка и бронированный УАЗ, который от удара опрокинулся. Один из участников ДТП получил серьезную травму руки. Пострадали охранники бронеавтомобиля. Пострадавших извлекали из автомобиля сотрудники службы спасения. В Архангельске началось общественное обсуждение архитектурной концепции, благоустройства и оформления набережной Северной Двины. Подробная схема и архитектурные решения размещены на сайте городской администрации. Свои предложения и замечания по ней горожан призывают направлять на электронную почту, которая указана на ваших экранах до 31 марта 2017 года. Набережная, как часть городской структуры, должна иметь цельный вид, на мой взгляд. А изначально она и была спроектирована таким образом. Были в единой стилистике разработаны и малые архитектурные формы, такие как газоны, парапеты и прочие. И со временем были различные преобразования, метаморфозы, которые претерпевала наша набережная, которые эту цельность в какой-то момент нарушали. Мемориально-историческая, спортивно-развлекательная зоны и зона отдыха. Своё мнение о новой концепции развития набережной уже высказывают эксперты и известные горожане. Какой будет главная улица Архангельска и не останется ли общественное мнение учтенным только на бумаге? Мнение «за» и «против» выслушаем сегодня в 19 часов 20 минут в программе «Автограмня». Завтра в Архангельске состоится всенародный крестный ход с частицей хитона Спасителя. Молитвенное шествие начнется после праздничной литургии в 11 часов от Успенского храма. Напомню, он находится на пересечении улицы Логинова с набережной Северной Двины. По набережной и пройдет крестный ход. Его маршрут завершится у стен строящегося Михаила Архангельского кафедрального собора. Дорогие друзья, братья и сестры, у нас величайшее событие. К нам привозится святыня, хитон, часть хитона самого Господа нашего Иисуса Христа. С древности эта святыня почиталась христианами, потому что эта святыня наполнена кровью Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами будем совершать молитвенное шествие, которое называется крестный ход с этой святыней в 11 часов от Успенского храма до строящегося кафедрального собора. Всех вас приглашаю на этот молитвенный крестный ход. Желаю, чтобы Господь, наш Иисус Христос, даровал каждому исцеление. Исцеление самое главное – это исцеление сердца. От всех тех нравственно-духовных пороков, которые сейчас доминируют в нашем обществе. И завтра в центре Архангельска будет ограничено движение транспорта. Во время крестного хода с 11 до 13 часов будет закрыта набережная Северной Двины от улицы Логинова до Выучейского. Автомобилистам стоит заранее планировать пути объезда. Завтра в России День народного единства. Это одна из самых молодых красных дат календаря, хотя события, которым мы обязаны этому празднику, произошли четыре столетия назад. Страна пережила разрушительные войны и стала державой благодаря сплоченности народа. Наша сила в единстве историческом, территориальном и духовном. Об этом будут говорить завтра на торжественном митинге, который пройдет в Архангельске. Дорогие друзья, 4 ноября в 10 утра на площади Дрантеатра состоится концерт, посвященный Дню народного единства. Приглашаю всех на этот прекрасный праздник, на концерт. Если пассажирские перевозки, то только с Авророй. В нашем автопарке есть автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт, вип-машины и эконом-класс. Доставим сотрудников до работы, организуем трансфер в любое место. Звоните нам с вами по пути. И о погоде. Сейчас в Архангельске минус 3 градуса. В течение дня возможен небольшой снег на дорогах гололед. Будьте осторожны. Программы сейчас в регионе каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова